Друзья, вы посмотрите, какая сказка на улице. Ещё вчера была такая противная, противная какая-то непонятная тающая слякоть. Чёрный грязный асфальт. А сейчас такие красивые деревья, вообще сказка. Просто я вчера ходила к врачу, поэтому такая мерзость. И вот когда такая погода, меня прям радует. Чудо просто. Так, народ, привет! Хотела сказать, что вот тут у меня будет маленький опросик, так что участвуйте, мне важно ваше мнение. Вот. Такая маленькая напоминалочка. А мы продолжаем наш влог. Так, ну что, дорогие мои. Вообще. Я сейчас встала у нас полдвенадцатого. Хорошо, что я на больничном. Мы вчера ездили на концерт. Кто знает, кто подписан на меня в инстаграм, тот в курсе. Вот. И в общем, что я вам хочу сказать. Вообще, мне не очень понравилась организация. Ну, как всё организовано. И по месту тоже замечание. То есть я когда на сайте выбирала место, я выбирала, если вот смотреть как бы со сцены на зал, если смотреть, я выбирала место справа от площадки, где стоят эти самые видеокамеры, всякие каналы там, кто снимает. Вот, они обычно в центре зала стоят. И вот справа, прям рядом с ними, которые ряды начинаются, вот там я выбирала два места. Они должны были быть два места с краю. Потому что мама у меня хромонушка, но она прихрамывает, ей тяжело проползать через ряды. Вот, поэтому я выбирала два крайних места. В итоге, минусов больше, чем плюсов. Вот съездили мы на этот концерт. Знаете, вот, если в целом, вот, Крокус Сити Холл, сам, само здание, мне понравилось куда больше, чем концерт Малинина. Я ожидала, реально ожидала гораздо большего, чем было. Вот, и начнем сразу с мест, то есть, с места в карьер. Посадили, то есть, мы зашли по билетам, нам показали, где наши места, и наши места оказались не справа от этого центрального участка, а слева. И гораздо дальше, чем я рассчитывала. То есть, там первый идет портер, первый идет вип-портер, потом портер. И потом сзади уже получается какой-то тоже портер, но там билеты гораздо дешевле. То есть, там можно было за тысячу купить билет. И нас посадили там, где билеты стоили тысячу. Я просто вообще офигела. Мы должны были сидеть, ну, рядов на 10 ближе, чем сидели. Вот, во-первых. И я, как бы, рассчитывала там поснимать, хотя бы фотографии какие-то поделать, но там было невозможно. Во-первых, очень много, ну, разных световых шоу, и из-за этого, как бы, камера у меня вообще не воспринимала никакую картинку. Я там, наверное, только одну песенку засняла, мою любимую, и все. Вот. Это такой, как бы, основной минус. То есть, я все время, пока мы сидели, я говорила, что мы должны были сидеть в другом месте. И гораздо ближе к сцене, ближе к центру, потому что мы сидели с правой стороны. Ну, если смотреть из зала, то с правой стороны практически с краю. Я на такое не рассчитывала. И я заплатила за билеты немало, как мне кажется. И должна была сидеть совсем в другом месте. Не с теми же самыми людьми, которые купили билет за тысячу. То есть, если бы я знала, что я буду сидеть в жопе мира, я бы тогда купила билет за тысячу, а не за три с половиной. Вот. Я считаю, что, ну, как-то вот это вот неправильно. И почему тогда схема зала, в который я выбирала билет, и схема зала по факту отличаются. То есть, как так получилось, что я выбирала билет справа, а оказалось слева? Вот это я не понимаю. Ну, кому теперь претензии предъявлять, и будешь с кем-то ссориться? Да нет, конечно. Значит, второе. Мероприятие должно было начаться в восемь. Началось почти половина девятого. Было с антрактом. Антракт был, по-моему, 10 минут. Ну, не успели половина зала выйти, как снова надо было уже обратно возвращаться. Естественно, очень много народу опаздывали. И в начале концерта, и после антракта. И вот, как по мне, так это неуважение. Ты пришел на такое мероприятие, на концерт. Не важно, что это концерт. То есть, если ты пойдешь в театр, ты тоже будешь опаздывать? Потом тоже очень много народу было одето. Очень странно. Я, конечно, понимаю, что пенсионеры в основном. Такие люди, которым 50 плюс и так далее плюс. В основном. Была молодежь, молодые девушки, молодые парни. Их очень мало было. Ну, процентов, наверное, 20 от всего. А 80 – это пенсионеры. Но очень много народу, кто был одет, крайне странно. Причем это, я бы не назвала их фриками. Просто, наверное, надеть нечего было. Или просто человек не понимает, куда он идет. То есть, как по мне, так это неуважение. Ты вышел, как бы, в свет, так скажем. Ты пришел на крупномасштабные мероприятия. Да, ты пришел на концерт. Ну, то есть, мне кажется, что люди в театр, они будут так же одеваться. Видимо, я давно не ходила вообще по всем таким местам. И совершенно не понимаю, что происходит вообще. Почему все так одеваются? В общем, ну, я даже не могу описать. Одна женщина была в какой-то вязаной, не знаю, как это назвать. Ну, видно, что своими руками, наверное, связана вязаная такая, а-ля платье без рукавов, в очень крупную сеточку. И по рукавам, здесь еще по краешку, меховая оторочка. И вот эти телеса все были насквозь видны. Ну, вот я просто не понимаю. Одна женщина, она потом с нами в метро ехала. У нее были просто экзотического цвета лосины с орнаментом. И сверху какая-то люроксовая кофта. Вот я не понимаю, народ вообще соображает, как он одет? В общем, ладно, если говорить про мероприятие. Начали мы где-то половина девятого. Соответственно, мероприятие, я так поняла, примерно, что длится где-то около двух с половиной часов. Соответственно, если мы начали половину девятого, закончить мы должны были в одиннадцать. Так как, вернее, если мы должны были начинать в восемь, мы должны были закончить где-то половину одиннадцатого. Но где-то примерно так он и закончил. Я имею в виду Малинин. Он спел основные песни, типа, и такой, ну все. А народ сидит. Никто вообще, и даже ухом не повел, и не встает. Ну, что-то он побегал по сцене, побегал, и с оркестром там что-то договорился, вроде еще будет что-то петь. Вот, в общем, спел еще две песни. Где-то это было уже как раз около одиннадцати время. И все, говорит. Ну все, там уже вышли все на сцену, он начал всех объявлять. Уже понятно, что конец. То есть до этого то, что был конец, никто не понял вообще. Как это так? Просто закончил петь и ушел. Вообще странно, короче. Ну, а потом уже в конце, когда он, как бы, выходили все участники, он всех называл, кто выступал сегодня, уже понятно, что это конец. Ну, там цветов мало дарили. Видно, ну, как бы, еще если ты сидишь в таком месте, где ты не ожидал сесть, да, смысл покупать цветы. Ты что, их будешь кидать, что ли? Как? Вот, еще места тоже. То есть там, где мы должны были сидеть, там проходы шире гораздо, чем там, где мы сидели. То есть, например, там, где мы должны были сидеть, чтобы прошел человек, который дальше, да, сидит, дальше у него место, не обязательно вставать. То есть, там широкий проход, вот. А там, где мы сидели, там невозможно пролезть, не встав. Еще вот так вот впечататься надо в сиденье, чтобы человек пролез. В общем, не знаю, очень, очень мне не понравилось. Само мероприятие тоже. Песен было мало, от силы, ну, штук, наверное, 15. Ну, 15 это я загнула, наверное, меньше. Может, 10. Вот, просто это все очень сильно растянуто. Также две песни пела его дочка. Одну из этих двух она пела вместе с братцем. Пока Малинин где-то переодевался. Потом один номер тоже был. Вообще какой-то посторонний мужик, он на гитаре играл. Виртуозно, типа, ну, на самом деле, и все так могут. Вот. Ну, то есть, как бы, половина концерта вообще исполнял не Малинин. Я бы, ну, я бы вообще смирилась бы с тем, чтобы он не переодевался. Да хрен с этой одеждой пришли ведь ради песен люди. Ну, и он спел так мало. Ну, зато дочку порекламировал, сыночка порекламировал. Каких-то посторонних людей порекламировал. Еще вспомнил, что, оказывается, в фойе его диски продаются. Так что, если вы вдруг не слышали песни на своей молодости и вашей нашей, то в фойе продаются диски. Вообще просто. Разве что свой YouTube канал не рекламировал. Ну, короче, я ожидала большего гораздо. Тем более за те деньги, которые я заплатила за все это. Домой мы приехали половина второго ночи. А уехали половина шестого вечера. Вот так. Это просто трэш. Не знаю, мне не понравилось. Вот у меня весь такой большой отзыв. Наверное, на этом весь влог и закончится. Мне не понравился концерт. Я ожидала гораздо большего, гораздо большего. И больше песен, и больше какой-то игры, больше эмоций, что ли. Именно вот чтобы был он. Именно он. А получилось, что у него именно этот бал, он юбилейный, 30 лет. И он кучу народу приглашал, которые пели без него или вместе с ним. А он где-то переодевался. Ну, вот реально. И сам Крокус Сити Холл мне понравился гораздо само место. Это очень такое масштабное, интересное. Гораздо больше, чем концерт. Так что, не знаю вообще. Ну, маме понравилось. Она как бы довольна. То, что его вживую увидела. Да, и все-таки живой голос, он несравним с тем, что там по телевизору показывают. Вот. А концерт будут повторять наверняка. Я не знаю, когда. Может, уже повторяли. Может, в прямом эфире. Он происходил вчера. Пока мы там сидели. Я не знаю, когда он будет. Может, уже был. Может, еще будет. Вот. Интересно по времени, насколько его смонтируют. На час. В общем. Я поняла, что у него очень маленькие глазки. И когда он очень берет такие высокие ноты, которые вот прям должны вырываться из него. Он так открывает рот, что просто смешной такой. Я не могу. Если будут показывать, вы присмотритесь. Просто жесть. Ну, не знаю. В общем, мам пока никуда не хочет. Как бы, я говорю, мечты должны исполняться. Должны сбываться. Так что, ну, вот одна мечта, уже галочку можно поставить. Одну мамину мечту я исполнила. Вот. Ну, как бы, ей понравилось. Я довольна. Рада, что все нормально. Вот. Я, мне самой не очень. Как бы, мам тоже потом, когда мы уже вышли на улицу, говорит, я ожидала большего. Ну, в целом понравилось, потому что настоящий голос, он не сравним с телевизором, там, с записью. Это все-таки живое выступление. Вот. Но в целом ожидала большего. Вот. Мы с ней солидарны в этом. Вот. Так что, так вот. Я не знаю, на концерт мы, наверное, пока не планируем никуда. Вот. Но я... Мне понравилось оккультуриваться. Так что, может быть, подумаю куда-нибудь сходить с подружками. Может быть, в театр какой-нибудь, там, драматический, или на балет, например. Вот. Так что, такой отзыв. Я думаю, что для влога отзыва достаточно, потому что получилось уже на 15 минут. Так что, подписывайтесь, ставьте лайки, и скоро-скоро с вами увидимся. Кстати, скоро будет подведение итогов конкурса, так что спешите. Кто не участвовал, участвуйте. Все, увидимся с вами скоро-скоро. Пока-пока. Продолжение следует...